Уважаемые зрители! Периодически из-за технических особенностей DOSBOX в видео появляются битые кадры при переключении сцен, а также блокируется сигнал на вторую звуковую дорожку, то есть микрофон. Поэтому иногда возможно потеря моего голоса при записи. Это никак не исправляется, и я прошу прощения за эти маленькие технические моменты. Эти глюки минимальны и появляются редко. Общему восприятию это не должно мешать. Доброго времени суток, друзья! С вами Сайбери. Мы продолжаем наше прохождение Wing Commander 3. Мы остановились с вами на выполнении 14-й миссии, и с неё мы начнём. Но сначала пара слов об этом выпуске. Вы, наверное, уже заметили, если посмотрели заставку, что заставка немножко изменилась, она стала более качественной, более красивой. Я надеюсь, вам понравилось. Дело в том, что я использовал видеофайлы, которые находятся на версии Wing Commander 3 для PlayStation. Дело в том, что видеоролики, которые используются в версии на персональном компьютере, они сделаны в 256 цветов, в палитре 256 цветов. Под версию же PlayStation видеоролики имели 24-битную палитру, что, собственно, отразилось на общем качестве роликов, на общей, скажем так, цветовой картинке. Они получились достаточно насыщенными и красивыми. Нет той большой-большой специализации. И, честно сказать вам, я хотел использовать эти ролики во всех своих выпусках, во всех сериях прохождения. Но, к сожалению, этого не будет, и, к сожалению, я это делать не планирую. Объясню почему. Ну, все достаточно просто. Я попытался это сделать, и у меня, в принципе, это получилось. Но занимает это очень много времени. Дело в том, что ролики в версии для персонального компьютера сделаны в 15 кадрах в секунду. И хоть я и записываю в 30 кадров в секунду, чтобы потом выкладывать, соответственно, это все дело на YouTube, по факту получается, что у меня в 30 кадрах по 2 кадра тех роликов, которые идут по 15 кадров, если вы понимаете, о чем я. И когда во время монтажа ты пытаешься наложить видео из версии для PlayStation, получается десинхронизация. Идет расхождение видеоряда с расхождением звука. Это тоже можно исправить. Я это исправлял, это все фиксится, и получается все, в принципе, более-менее. Но дело в том, что такого рода монтаж будет занимать несколько дней, а может даже и неделю, чисто, чтобы сделать одну серию. В зависимости от того, сколько в ней будет видео вставок. Поэтому я решил отказаться от этой идеи. Как бы мне не хотелось максимально сделать качественным свои видео, свои прохождения, к сожалению, этого не будет. Слишком много времени это требует. В принципе, разницы, кроме того, как, допустим, вы видите в 256 цветов видео или в 24 бита видео, разницы нет никакой. То есть ничего больше не менялось. Качество звука все точно такое же. Качество музыки все точно такое же. Просто цветов чуть больше, чем мы привыкли видеть. Ну, извините, извините. Зато я смог сделать другое. Я смог улучшить составляющую, которая помогает... Ну, не помогает, правильно выразился. Составляющую космическую. Когда мы летаем, то есть графика во время полета в космосе будет гораздо лучше. Будет меньше пикселизации, будет больше, так сказать, качественной картинки, более читаемые шрифты, и все в этом духе. Даже не спрашивайте, как я это сделал. Долго объяснять. В общем, копался несколько дней в настройках DOSBOX и методах проб и ошибок, запусков, записей, тестирования, монтажа, рендеринга. В общем, я нашел ту идеальную картинку, которую, ну, можно максимально извлечь из записи столь старой игры. Игра все-таки 20 лет. Сами понимаете, ее для этих целей не создавали. Поэтому космические полеты теперь отныне до конца будут более качественными, более красивыми, более приятными для глаз. И более читаемые, соответственно. Ну, и, соответственно, не только полеты, но и наши путешествия по кораблю. Все вот эти вот базовые картинки, да, задники, они тоже более-менее улучшились. Может быть, вы особую разницу не заметите, но поверьте, это так. Ну, да ладно, хватит мне с вами болтать. Мы все ждем экшона, поэтому давайте-ка походим по кораблю и посмотрим, что у нас здесь появилось новое. Так, кто это у нас? Флимп. Отлично, Флимп. Спасибо. Здравствуйте, полковник. Хорошо вас видеть. О, я смотрю, ты сегодня летаешь. Да, дела налаживаются, я отдыхаю. Знаете, меня отец всегда учил касательно войн, то, что, не важно, оружие меняется, но война всегда остается одной и той же. Она длится очень долго. Например, давайте возьмем Троенскую войну. Она длилась поколениями. Это там, где все закончилось, Троенский конем? Да, это именно та война, но она в конце концов, что закончилась. Да, это хорошо. Все войны рано или поздно заканчиваются, даже если они длятся поколениями. В общем, суть разговора сводится к тому, что это третья часть серии Винкомандера, да, и война скинграде длится уже много-много-много лет. Несколько десятков лет мы войнуем скинграде, начиная с первого Винкомандера. Так, что у нас здесь? Здесь ничего. Давайте сходим на мостик, посмотрим, может быть, с кем-то можем на мостике поговорить. Нет, вы знаете, на мостике никого, поэтому мы, наверное, перейдем к выполнению... Так, у нас взлет на площадке тоже никого. К выполнению миссии давайте перейдем. Не будем отдыхать, полковник. Давайте начнем. Так скажете, капитан. Так, нам нужно убираться из этой системы. Разведка докладывает, что киллрати нас все-таки обнаружили и идут за нами. Мы должны переместиться к этой точке прыжка и уйти из этой системы. Давайте будем держаться в сторонке, не будем особо высовываться. Я не хочу устраивать большую прощательную очеринку, поэтому сделаем все потихон. Поняли, полковник? Так точно. Так, и вот еще что. Со мной полетит, со мной полетит, кто бы со мной полетел. Что-то мне от Флинт начала нравиться. Прям вообще отличный пилот. Но пока не полетит, а сын маньяк. Ты приказы, мне сам подчиняешься. Флэш тоже. Возьмем-ка мы на эту миссию. Викера. Что-то нет шибаи. Викера. Дисмест. И good luck. Викера, конечно, не самый крутой аз, который у нас есть в команде, но хороший, добротный пилот. Так, на чем мы здесь летим? На фандерболте. Интересный, интересный выбор. Ну что ж, давайте попробуем и на фандерболте слетать. КОНЕЦ Отлично, взлетаем. Ну вот, надеюсь, вам заметно, что кабина стала более четкой. Текст, вот эти клики в секунду, да, установленная скорость. Или вот когда мы цель захватываем, захватываем, видите, Викера. Более читаемая, более мини-пикселизованная, то есть более приятная картинка. Да и самих кораблей тоже кабинка более приятная. Итак, что ж, полетим. Нам нужно убираться из этой системы. Мы так и поступим. Сопровождаем Виктори. Давай, Викера, разойтись и атаковать. Уберем кабину. Опа, бомбардировщики. Боктаны. Могу не поктаниваться. Легкие истребители прикрывали. Судя по всему, они идут торпетировать Виктори. Твою что мать, у них задняя пушка, я не знаю, ну что за жопа. У меня в хост вообще сложно пристроиться. Надо сбоку на него заходить. Черт, щиты быстро сбивают. Так, Виктори, ну вроде у тебя все должно быть в порядке, я думаю. Так, летим дальше. Блин, нас уже подбили, вот засранцы, а. Ох, ё-моё, авианосец. Безойтись и атаковать Викера, надо торпедировать его. Черт возьми, а. Как не вовремя. Так, 23 километра до него. Кроме торпедоносца я не вижу. Он, он не высадил. С его порта никто не взлетел. Невидимки! Черт, невидимки. Ладно, проведем захват торпеды и пуск. Полковник, нет времени объяснять. Но похоже, Киллрайти смогли закрыть точку прыжка. Мы не сможем прыгать. Я не знаю, как они смогли это сделать, но мы будем лететь в альтернативную точку, чтобы совершить прыжок оттуда. Скрестите пальцы, пожалуйста, держите врага как можно дольше от нас, пока мы прокладываем маршрут. Твою мать, что произошло? Они закрыли точку прыжка, через которую мы собирались прыгнуть. Как он нам вообще закрыт? Есть, авианосец готов. Отлично. Уроды. Так, что случилось-то, а? Так, ну вроде более-менее все. Летим дальше. Они закрыли точку прыжка. Получается, что мы не можем убраться из этой системы, что ли? Что-то не понимаю. Разойтись и атаковать. Опять невидимки. Так, а здесь у нас кто? Корвет. Ну ладно, с корветом мы справимся. Гадина на хвосте сидит. Черт, вы знаете, не очень-то я в него попадаю. Пуск. Есть, ракета ушла. Пуск. Готов, урод. Скипер-миссайл. Скипер-миссайл. Лидер Квиктори. Твою мать, твою мать. Ракета-невидимка. Ракета-невидимка. Черт, я надо быстрее сбить. Быстрее. Пять километров. Пять километров. Давай, твою мать. Твою мать. Твою мать. Сраные скипер-миссайлы. Виктори уничтожили. Я все просрал. Все. Хана. Мой авианосец был уничтожен. Садиться мне некуда. Меня ждет медленная смерть в космосе. Да, все бесполезно. Ну что ж, нам ничего не остается, как катапультироваться и начать сезону. Катапультируемся. Да, вот засранцы. Вот засранцы. Мало того, что они закрыли точку прыжка и не позволили нам уйти из этой системы, так они еще и использовали ракеты-невидимки скипер-миссайл, которые выныривают на буквально пару секунд, снимают с себя щиты, выныривают, чтобы корректировать курс, и потом опять уходит невидимость. Черт. Ладно, нужно будет просто быть аккуратным в следующий раз. Где эта сраная скипер-миссайл? Вот она. Черт, ушла в невидимость. Твою ж мать-то, а. Слишком близко. Нет, твою ж дивизию. Ну что ж, в этот раз мы обязательно справимся. Теперь главное не обкакаться. Давай, Викера. Надежда только на тебя и на меня. Атакуй мою цель, Викера. Так, берем торпеду. Прямой наводкой на корвет. Пуск торпеды и погоня за скипер-миссайл. Не хвостите, сраные невидимки, а. Ну давай, наводись уже. Торпеда ушла. Вижу скипер-миссайл. Есть! Сбил. И торпедировал корвет. Уроды, килорати, сдохните. Горите в аду, кошки. А, облезли. Черт, а. На хвосте много. Хвостовой брони... Хвостовой брони вообще нет. Жопу не подставляем. Доворачивай, доводачивай. Готов. Пуск. Пуск. Сдохни, сраная. Урод, сраная. Ну что ж, мы справились, друзья. Мы справились. Мы молодцы. Скипер-миссайл была уничтожена, корвет был уничтожен, виктори была защищена. Вот есть статус. Все в порядке, сэр. Твой статус, Викера. Все нормально. Ну что ж. Я счастлив. Сэр, это ваш испугал так же, как и меня? Я имею в виду, что киллрати могут закрывать точки прыжка тогда, когда они захотят. Даже не хочется об этом думать. Хорошая работа, полковник. Вы можете садиться. Нам очень повезло, что наши инновационные офицеры нашли другую точку, куда мы можем двигаться, чтобы совершить прыжок. Да, действительно, киллрати могут закрывать точки прыжка. Значит, мы не можем совершать прыжок. Это ужас. Это просто ужасно. Ладно, садимся. Миссия была, конечно, не очень легкой, но, слава богу, мы справились. Что ж, мы все еще не убрались из этой системы. Да, дела обстоят на сахар. Все обстоят достаточно неважно. Отличная работа, полковник. Да, действительно, хорошая работа. Что бы вы делали без меня? Вы уже дважды погибли. Так, все, передвинулись. Мы в другой точке прыжка. Совершаем прыжок из этой системы поэрора. Так, а куда же мы направляемся? Мы направляемся в систему колебан. Объясни мне, как даже закрытым, спрятанной точкой прыжка, авианосец и землян смог убежать. Я очень сожалею, Ваше Величество, но они смогли найти другую точку прыжка вне туманности, которую мы не смогли замаскировать. Да? Что-то еще есть? Мы также узнали, но только после того, как это было очень поздно, что сердце тигра было среди одних защитников этого авианосца. император не должен узнать о том, что землянам удалось сбежать. Я также подумал, Ваше Величество. Император должен сфокусироваться на более большей картине нашего триумфа. Нашего триумфа. Триумф, который сердце тигра каждый раз пытается подорвать. Я ждал много-много лет. И теперь время пришло. Нажать на курок. Отличный план, Ваше Величество. Приготовьтесь отправить послание. Ну дела, ну дела, друзья. Так, что-то здесь Хоббс спорит с Коброй о чем-то. Ты знаешь эту систему, Ариэл, как свои лапы. И ты хочешь сказать, что у тебя не было ни малейшей догадки о том, что ждало нас впереди? Не больше, чем вы, лейтенант. Так, похоже, Кобра очень недовольна Хоббсом, и она его обвиняет в том, что он знал больше, чем нам сказал. Так, мы можем вступиться за Хоббса. Извините, лейтенант. Если у вас есть какие-то серьезные доказательства, я хотел бы услышать их приличной беседе. Хорошо? Да, сэр. У тебя сомнения касательно моей верности, старый друг? Да нет, дружище, конечно же нет. Но Кобра очень хороший пилот. Единственное, что ярость ее подпитывает сейчас, и мы не можем это терять. Да, то есть мы сейчас поступили очень разумно и очень умно. Полковник Блэр, явиться на мостик немедленно. Хорошо, мы сейчас явимся, но сначала засвидируемся. Друзья, всегда сохраняйтесь, всегда. Да-да-да-да, бегу-бегу на мостик. Что случилось? Что происходит? Заблокировали все системы связи, и угадай, кто за это? Лейтенант, не говорите, что вы ничего не можете сделать. Я пытаюсь, сэр, но похоже на какой-то видеовирус, или должен я сказать, червь. Просто он, блин, это ужас какой-то. Я прочитал вашу библию. В ней есть предсказание об апокалипсисе, что вы будете уничтожены, и это скоро сбудется. Мы вырвем ваши языки и разможжим черепа. Они сделают не только это, если доберутся до нас. Вы будете хорошим примером другим расам в галактике. Будете выставлены на потеху. Ваша раса будет страдать тысячу раз, и более того. И не думайте, что вы сможете справиться с этим, несмотря на присутствие среди вас в сердце тигра. Полковник Блэр также будет превращен в пепел. Я прослежу за этим лично, чтобы ты заплатил за смерть каждого великого Келрати, который умер от твоей руки. Я оставляю вас и твоих ничтожных товарищей встретиться с неизбежной гибелью в вашем будущем. Я не знала, что у тебя и у него есть история. Да, Принц Раккерс и Яс пересекались несколько раз. Похоже, у него для тебя есть специальный позывной. Это новость для меня, но я бы обошелся без этого позывного. Кажется, кошки напуганы. Я думаю, что это послание связано с тем, что мы смогли убежать из системы Эрил. Хоббс! Келрати всегда верили, что война – это не просто стрельба, но это и психология. Это связь воли и оружия. Да это какая-то хрень. Нет, это политика превосходства. Может быть, это не самая лучшая черта социальной структуры моего общества. Социальная структура общества. Кучка животных с великой социальной структурой. Капитан, силы Келрати идут за нами. Я думаю, они прошли через точку прыжка, через которую прошли мы. Не похоже, чтобы они испугались. Я вижу вас в комнате инструктажа, полковник. Ну что ж, друзья, дела, дела достаточно сурово. Обстоят. Так, здесь у нас маньяк. Разве нам не повезло? Сначала туманность, а теперь мы прыгали в поле астероидов. Капец. Одни проблемы. Мы летим от одного препятствия к другому. Ну, маньяк, посмотри на это с другой стороны. Да? С какой? И тут мы можем как бы его подстегнуть. посмеяться над ним. Или можем его поддержать, успокоить. Давайте мы его успокоим. Мы все-таки хороший командир эскадрильи. Не так ли? Это тяжело для обеих сторон. Поверь, это не так же. Для Келрати это так же тяжело. Они должны летать через астероиды так же, как и мы. Ой, не знаю. Порой мне кажется, что у них порой бывают глаза на затылке. Такая, знаешь, странная кошачья хрень. Да, маньяк слегка, слегка встревожен. Так, что у нас здесь? Так, у нас здесь флэш лежит, прохлаждается. Они могут закрывать точки прыжка? Что следующее? Я имею в виду, мы у них в лапах. Это лишь вопрос времени, когда они размажут нас. Они не могут закрывать меня? Не знаю, это лишь теория. Они лишь смогли замаскировать один из них. Ой, не знаю, не знаю. Я на этом корабле только лишь потому, что проиграл спор. Ну, вот видишь, куда доводит тебя слова, которые вылетают из твоего рта. Да. Опять мы поставили флэши на место. Да, да, должен вам сказать, что дела, конечно, обстоят. Будь здоров, будь здоров, не очень все так. Не очень все лицеприятно. Ну что ж, ну что ж, я думаю, мы слетаем еще одну миссию. Будем разрывать ухождение. полковник, я надеюсь, вы не взволнованы тем, что принц Лакас сказал свое сообщение. Да нет, конечно, хорошо. Наша разведка доложила о том, что у Килдратии было специальное устройство в системе Эра, которое позволило закрыть точку прыжка. Разведка полагает, что это единственная система, в которой, это единственная система, в которой возможно было это сделать, потому что там находится туманность, и они использовали газы туманности, чтобы замаскировать точку прыжка. Это очень хорошая новость. И хотелось бы, чтобы была технология закрывать точки прыжка в любом месте. Итак, мы будем действовать немножко по-другому. Мы разъединимся, нам нужно войти опять внутрь туманности и выпрыгнуть из этой системы. Мы разделимся, вы будете сопровождать отдельно два наших тяжелых Дестройера. Виктори же отделится от общей группы и пойдет отдельно. Мы встретимся возле точки прыжка и сможем совершить прыжок. Итак, это наше задание, и мне для этой миссии понадобится, мне для этой миссии понадобится отчаянный пилот. А это именно маньяк. Маньяк, ты будешь моим напарником. Не заставляй меня пожалеть об этом. Я думаю, не пожалею. Он первоклассный пилот. Уже об этом не скажем. Итак, Рэйчел, на чем мы летим? Хелкот 5. Что-то я не уверен, что-то я не уверен. Мне нужно посерьезнее все-таки корабль, и это будет Thunderbolt. Прости, Рэйчел. Прости, Рэйчел. Итак, с Богом. Рэйчел. 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 опять полеты в туманности хреново видно так наши дестройеры штурмуют их тяжелый тоже по моему тоже достроил да наш дострою по тюрьму достроил отлично мы вынесли достроил он шефил тоже поврежден он в лобовую пошел нос нос без проблем на какие проблемы то у тебя передней брони вообще нету ладно так значит шефов был на одной точке прыжка к вентри пошел на другу и мы летим помочь им дождемся 3 по берегу торпеду до 3 . верни до третьем на битсон ну что ж ты не хочешь умирать до есть пока с готов великолепно сдохни урод мы выполнили миссию можно было бы даже наверно все таки торпедировать его так что же мы возвращаемся сейчас к викторе идем на рамберу с ней да так и есть разрешите посадку это научит принц от ракаса как вторгаться в нашу видеосистему можете садиться покой все прошло достаточно неплохо кошки теперь будут знать как с нами связываться да корабль thunderbolt конечно прекрасен мощная мощная пушка отлично слетали сэр спасибо шеф отлично слетал и так здесь у нас блин стоит но поговорим мы с ней в следующей серии а на этом я с вами прощаюсь с вами был сайбериан подписывайтесь на канал и ставьте лайки играйте только в хорошие игры друзья всем пока а а